Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о Верь». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. И мы, третий понедельник, пытаемся разобраться с категорией «Право». Вернее, мы пытаемся разобраться в себе, мы пытаемся разобраться с человеком и в человеке, с самими собой. Пытаемся понять себя самих, но через дверь, через категорию, философскую категорию «Право». В прошлый понедельник мы поговорили о Боге, вот с этой позиции. Является ли Бог такой внешней инстанцией, которая приказывает, которая исполнена какой-то жаждой справедливости по отношению к нам. И поговорили, ну закончили предыдущий наш разговор на теме того, что на самом деле не требуй и не говори, что Бог справедлив, потому что Бог в своей любви очень и очень несправедлив, судит несправедливо, судит по любви. И для этого и поэтому открываются двери с одной стороны спасения, с другой стороны прощения. А как же нам быть христианам, которые привыкли говорить, что Бог наказывает? Как вообще рассмотреть категорию наказания в свете человеческого права? Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим вновь с нашим гостем, правоведом, кандидатом юридических наук, философом права, хотя он просил себя так не называть, но для меня это так, судя по тому, как мы разговариваем уже две передачи про право с точки зрения философии, с Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Мы сегодня вновь встречаемся. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Юрий Евгеньевич, ну давайте вот начнем с того, о чем мы договорились начать в прошлый раз. Все-таки, для чего нам нужна чужая свобода? И как через нее распахивается дверь в сторону прощения, любви, таких важных, фундаментально важных категорий для именно христианской церкви? Потому что, ну мы знаем, есть разные представления о Боге, многие делают акцент на том, что Бог есть справедливость, высший суд, высший закон. Христиане говорят, что все-таки Бог есть любовь. И вот через эту категорию многое выстраивается в качестве духовных, аскетических, религиозных практик. Вот. Зачем нужна вообще? Зачем нам нужен другой? Для чего вообще Бог создал другого? Знаете, есть такой философ Лосев, да, был. У него есть одна потрясающая работа, «Самое само» называет. Очень любопытное название. Он попытался определить, что такое вещь? Любая вещь. Вот как определить ее сердцевину, да, или сущность вещи? И его не устраивало, его не устраивало то, что любые категории, которые пользовались популярностью у философов в классической метафизике. Они подводили какую-то вещь под категорию, а вещь всегда уникальна, понимаете? И вот поэтому и название такое «самое само». На что я обратил внимание, когда он об этом рассуждал? Как только он упоминал какую-то вещь, он всегда, а иначе нельзя, он всегда помещал эту вещь в пространство человеческой деятельности, понимаете? Если я, например, беру в руки нож, ну, значит, я буду что-то резать этим ножом. Если есть дорога, ну, значит, кто-то идет по этой дороге. А вот так, чтобы… Вот дорога. Ага, дорога. И что? А там никого нет. И что, по этой дороге никто не ходит? Никто. Тогда с чего вы взяли, что это дорога, понимаете? Любая вещь становится определенной только лишь потому, что мы задействуем эту вещь. И поэтому, ну, в традиции классической немецкой философии Гегеля, в частности, говорится о том, что вещь, в отличие от человека, субъекта, она равнодушна к самой себе, понимаете? Она равнодушна к самой себе, поэтому, строго говоря, неправильно наделять вещи способностью к действию. Потому что не ружье стреляет. Стреляет человек, который взял ружье. Извиняюсь. И не водка губит человека, а человек сам себя губит, понимаете? И вот первый шаг, который сделала философия права в XIX веке, она вдруг понимает, что нету таких вещей, таких субстратов, которые способны к действию. Норма, правовая норма ничего не делает, понимаете? Она равнодушна к самой себе. Какое-нибудь удостоверение, да? Да Бог его знает, что эта бумага называется удостоверением. Но когда мы берем ее в руки и на вопрос, а вы что здесь сделаете, мы показываем это удостоверение, вот тогда вещи начинают быть вещами. Ну, вещь от слова вещать. Хорошие, да, истолкования. Но если вещать, значит, есть тот, кому вещают, а не только тот, кто вещает. И вот изобретение XX века. Оказывается, человек, чтобы про него что-то сказать, хотя разговор начался с вещи, да, вот. Что такое справедливость, что такое государство, что такое право. А надо говорить не о праве, а о человеке, которому нужно право. Не о справедливости, а о человеке, который осуществляет эту справедливость ради чего-то. А с чего бы ему жить без справедливости? А вот, оказывается, надо понять человека. И вот первый шажок был в познании права. Это переход от институтов к самому человеку. А второй шажок, это уже XX век, когда вдруг оказалось, что я и про человека-то ничего не могу сказать, если я не скажу про того, с кем он, понимаете. Передо мной сидит отец Сергий с прекрасным чувством юмора. Но если нет тех, кто смеется вашим шуткам, с чего бы я взял, что у вас есть чувство юмора, понимаете. Чтобы мне что-то сделать, должен быть другой, посредством которого я это делаю. И вот тут возникает совершенно другая конструкция права. Не того, кто приказывает. Эта конструкция такая этатистская от слова «этате» – государство, французское слово. То есть, и, возможно, в этом причина того, что к праву есть недоверие. И отсюда некоторая склонность к анархизму у молодых людей, а иногда и постарше. То есть, кто-то такой, чтобы мне говорить, кем мне надо быть. Я этих разговоров слышу очень много. Да и я тебе не собираюсь приказывать. И тебе никто не приказывает. Ты просто путаешь право с приказом, с властью. А откуда берется власть – это другой разговор. Но прежде чем появилась бы власть, нужен другой отношение, с которым эта власть должна гарантировать и охранять. Понимаете. Но сначала должен появиться тот, кому я предназначен, кому я даю все то, чем я богат. Зачем? Да чтобы самому состояться, понимаете. Вот и все. Одно стихотворение в блюзовом таком стиле я прочитал еще школьником, наверное. Была такая книжка очень маленькая, негритянская поэзия США. И там, как я потом уже понял, это на самом деле были блюзы. И вот одно стихотворение, по памяти, естественно, да, благо, что оно оверлибр. Девушка сидит на коленях у моряка и спрашивает. Моряк, а что тебе нужно? Море. А что еще? Ветер. А что еще? И мне нужно немножко любви, крошка. Понимаете, я не могу состояться в качестве моряка, если меня не ждут на берегу. Поэтому другой, ну что такое другое? Один философ просто сказал, если ты хочешь, да, что-то сделать вовне, так вовне нету. Если там нет другого. Потому что вне – это и есть другой. Я не вступаю, извините, я не вступаю в отношения с вещами, понимаете? Мне нужен ключ, чтобы закрыть дверь, чтобы другие не зашли ко мне. Потому что я посредством ключа хотел бы дифференцировать свои отношения с внешним миром. А кто такой внешний мир? Другие. Не случайно, по-моему, Сартер сказал, другие – это ад. Не помните такое? Нет, не помню. Потому что, да, когда ты принимаешь их всех, ну, сходите в детский сад или в школу на урок к первоклассникам, ты поймешь, что иногда у этой фразы есть свои основания. Да что там далеко ходить про детский сад, если я вдруг иногда испытываю к самому дорогому, к самому любимому мной человеку, но именно в тот момент, когда он становится другим, то есть отличным, непохожим на тебя, с иной точкой зрения, с иной мировоззренческой позицией, с каким-то иным арсеналом рассуждений, он становится для меня неудобен, он становится для меня дискомфортен. В этот момент, конечно же, для меня отношение даже с самым любимым и дорогим человеком становится адом, потому что ад в данном случае не сковородки, не котлы, а это тотальное неудобство, тотальный дискомфорт, это тотальное какое-то преодоление нестабильности. Я вот вопрос-то какой-то хотел задать. А, вот по поводу, когда, в какой момент рождается и как оно может быть пресечено насилие между людьми. Вот мы говорим, с такой позитивистской стороны мы посмотрели на отношения с другим, что он открывает мне меня, что как я могу вообще испытать любовь, я могу ее испытать только когда есть другое, это все действительно так. Но право же в том числе еще и сдерживает, регламентирует, вот выходящую наружу вот это вот адское пламя, которое есть в нас, которое как раз мы несем в себе, мы одновременно и рай, и ад несем в себе, да, мы тот самый другой, например, по отношению к другому человеку, сталкиваясь со мной, как с другим, я могу причинять ад ему, становиться для него адом. вот в метафоре Сартра. Но бывает насилие, понятно, вербальное, невербальное, бывает вполне себе насилие, когда насилие телесное, такое физиологическое, физическое насилие. Вот как вдруг туда вторгается, вот тот, кто должен быть для меня спасением, тот, кто должен быть для меня благой вестью о любви, он становится для меня насилием, насильником. Знаете, эта тема, безусловно, очень глубокая и сложная. Я могу начать, знаете, с чего? Сам человек собственное насилие увидеть не может. Когда мы говорим насилие, то это означает, что нам, мы понимаем, что что-то не так с другим. У Чехова есть один рассказ, к сожалению, я забыл, как он называется. Самый страшный рассказ, который я когда-либо встречал у Чехова. Этот рассказ ведется от имени мужа, который живет со своей женой, и который как-то постоянно ей указывает, чем ей заниматься. А она как-то не всегда следует этим указаниям. Она пытается заняться какой-то благотворительностью. К ней приходят люди, там какой-то клуб вроде бы учрежден. Он приходит к ним, а на него смотрит как-то странно. И тогда один из посетителей, из друзей, к нему обращается и говорит ему, вот я помню, что его зовут Павел, а отчество забыл. Пожалуйста, изменитесь. Ну невозможно же. То есть нам, читателю, показывают, что это был вообще-то кромешный ад. Что человек настолько навязывает себя, своей супруге, друзьям, внешнему миру, но он этого не видит. И вот это самое ужасное. Понимаете? Поэтому, чтобы видеть свое собственное насилие, вот в этом загадка, в этом проблема. Насилие других мы сразу чувствуем. Понимаете? Потому что нам становится дискомфортно, как увидеть собственное насилие. И вот тут я могу высказать очень рискованную мысль о том, что вот это вот насилие, которое синоним того, что ты не совпадаешь, не соответствуешь, не вписываешься ни в другого человека, ни в порядок. Так вот, это насилие, оно никогда не бывает без последствий для самого человека. Я очень часто встречаю такого рода рассуждения, что кто-то выбирает, знаете, такие маскулинные образы поведения, и он думает, что если он совершит некий такой красивый жест сильного человека, то это будет без последствий для него самого. Вот я подозреваю, что не обходится вот это насилие без последствий. Представим себе, да, представим себе, если вы позволяете мне порассуждать. Да, да, да. Представим себе, что я в какой-то компании позволил себе гнусную шутку. Расхохотался сам. Что со мною произойдет? Вы все, да, люди воспитанные, глаза вниз и переменили тему, что я сижу здесь. Я потерял, я потерял других, понимаете? Вот чем опасно насилие. Теперь я сам с собой, со своим этим жутким чувством юмора предоставлен самому себе. А что я сделаю без другого? Я себя обкрадываю этим насилием. Ох, как удивительно. Это же под Евангелие, но просто другими словами. Потому что ведь, когда даже человек не верующий и не читавший никогда Евангелие слышит просто слово Евангелие, я думаю, у большинства там ряд цитат всплывает в голове. И одна из самых, наверное, первых «Возлюби ближнего, как самого себя», которое предполагает сначала полюбить себя. И той любовью, которой ты любишь себя, полюбить другого. И эти вещи, они как бы, даже нельзя, наверное, выстраивать ее как такую ступенчатость на лестнице, да, что я сначала себя полюбил, потом полюблю другого. Нет, они как бы вот взаимопроникают в друг друга, эти вещи. Я учусь любить, условно говоря, себя через любовь какую-то к себе, через какой-то правильный взор на себя самого. Я начинаю видеть другого. Другой видит меня, возвращает, отражает мне этот взгляд. И вот этот какой-то удивительный, не знаю, круговорот, что ли, любви внутри, отношений между людьми, он начинает искрить и высвобождать такую положительную энергию. Я просто вот сейчас с вас слушаю про то, что действительно мне нужен другой. И что будет со мной, если я останусь один? Если институция меня с моим, ну не знаю, с моим насилием, собственным насилием, которого я не замечаю, меня накажет и изолирует. Кстати говоря, вот отсюда вырисовывается, если есть другой, отсюда вырисовывается положительное значение всех этих социальных институтов, потому что они могут быть посредниками в общении с нами. Понимаете? Чтобы мне прийти к вам, ну, должно быть вот это вот заведение, должны быть те люди, которые там меня встретили на первом этаже, и тогда возникает некое смысловое целое, которое, собственно говоря, и есть общество, да? Что происходит не так? В чем, да, происходит соскальзывание и профанация человеческого общения, когда мы полагаем, что на самом деле мы вступаем в отношения с институтами, то есть когда мы к посредникам относимся как к субъектам, и тогда другого нет, понимаете? И я начинаю выстраивать свои отношения с государством, когда любой институт всегда предполагает некоторые вертикальные властные отношения, а когда власть понимает, что оказывается она не посредник, а именно тот, который на равных правах является субъектом права, то тогда возникает ну очень тяжелая для нашей жизни трансформации, вот не случайно в праве есть такое понятие субъективное право, то есть право на, право предполагает свободу, а есть полномочия, это всегда у должностных лиц полномочия, то есть у представителей институтов, полномочия не предполагает свободу, им что-то делегируется, им делегируется, потому что у них есть круг вопросов, которые они правомочны решать, и свобода вообще-то страшна для должностного лица, его работа должна быть регламентирована, она должна воплотиться в каком-то процессуальном порядке, это я свободен, понимаете, а когда следователь, ну к примеру, самый простой вариант, вдруг начинает смотря в потолок выдумывать какие способы получения доказательств, к примеру, ему бы еще попробовать, да не надо пробовать, потому что я тебе доверяю только лишь в том случае, если ты в рамках процедуры действуешь и выполняешь свои обязанности, и хорошо, если у тебя хватает профессионального мастерства в рамках своих профессиональных обязанностей и процедур выполнить свое назначение, а очень часто я слышу разговор о том, что эти рамки мне тесны, и тогда пытаются расширить эти рамки, но за рамками процедуры институт перестает быть институтом, и тогда уже передо мной не следователь, ну а кто-то другой. Я бы вот перевел немножечко на близкую к названию передачи о вере тему, в том смысле, что Бог с ним со следователем, ведь очень часто человек приходит на исповедь, и происходит та же самая путаница, тот, который, например, должен быть с тобой сопутником, то есть священник, который должен пройти с тобой ну какую-то путь в несколько ли, вот, ты путаешь, и ты приходишь к священнику как к инстанции, и к Богу как к инстанции, и вообще в целом к церкви у тебя отношение как к инстанции, которая тебе разрешает сегодня причаститься, стоять здесь, креститься, находиться среди нас таких замечательных, прекрасных, и это искажение порождает, ну как бы следующие, следующие как снежный ком, другие. И тогда это не исповедь, а явка с повинной. да, вот, красивая, красивая ассоциация, да. И вместо того, чтобы расставаться с собой уже, что ты, да, в себе увидел, ты начинаешь, ты начинаешь заслуживать статус, потому что любое правовое действие, это всегда приготовление к статусу. Тебе нужен статус. Ну, в данном случае статус хорошего человека. Но ты не расстался. Ты не вынул из себя. Ведь так слово исповедь. Да, исповедь. Достаю что-то потаенное и делаю видимым, явленным. Исповедовать можно любовь, исповедовать можно грехи, исповедовать можно свою веру. то есть это то, что такое глубоко интимное, потаенное, взять и достать и обнаружить это для людей. Был такой философ Франк, который и священник, который дал определение, что такое философия права. Исповедание общественной веры. Исповедание общественной веры. Мне кажется, требует какого-то пояснения. Веры во что? общественной. Набор аксиом, без которых ни одно дело не состряпается в общественном общежитии. Это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. И, собственно говоря, если у закона всегда есть законодатель, который может объяснить, зачем нам это надо, а у него есть политологи, у него есть эксперты, юристы, и бог знает кто еще. То такие понятия, как а зачем нам нужна справедливость, а зачем свобода, никто вам не объяснит, понимаете. Для этого и предназначена философия права, исповедание общественной веры. Мы знаем, что без такого отношения к каким-то ценностям мы друг другом можем оказаться врагами, понимаете. Ну и вот набор простейших правовых аксиом, уважение к правопорядку, правосудие, то, без чего право не состоится. У нас совсем немного времени, мне бы не хотелось задавать какого-то большого вопроса, чтобы вас не прерывать на полусловия, но и в то же время хочется максимум из нашей сегодняшней встречи выжить. если бы я спросил вас, ну такой простой уже, может быть, личный житейский вопрос, почему человек так не любит быть свободным, почему он все время свою свободу стремится кому-то делегировать, свое право кому-то делегировать, той же институции, пусть за меня все решают, может быть, это главное, что дискредитирует право, стремление как эстафетную палочку свое право, свою свободу кому-то отдать и пусть, как говорил ежик в тумане река, сама несет меня. Как бы вы ответили на этот вопрос? Свобода страшит своей очевидностью, понимаете? У меня есть хороший приятель, друг, который в давние, в давние времена хотел быть режиссером, театральным режиссером, но в силу некоторых институций ему это не дозволялось, и это было сложно для него. А потом, 91-й год, все привычные вот эти учреждения, которые регламентировали его работу, рухнули, свобода, новые конституции, новая реальность, да, он не стал заниматься этим делом. у Высоцкого дали вчера мне свободу, что я с ней буду делать, понимаете? Свобода никогда, ой, я так говорю, слишком, слишком тотально так свобода всегда нет. Но я хочу сказать, что о свободе содержательно всегда можно говорить, если она востребована. О свободе, когда она не нужна, говорить неуместно, понимаете? Есть масса людей, которым свобода не нужна. Почему? Да потому, что они не ставят перед собой никаких задач. Их устраивает этот мир. И никто не говорит о том, что они плохие люди. Они счастливые люди. Они живут, у них все гармонично, понимаете? И мыслить им не обязательно, потому что ну попробуйте какого-нибудь там, я не знаю, музыканта спросить, а зачем он берет до диез здесь? Да он с ума сойдет, отвечая на этот вопрос. Потому, что он находится внутри гармоничного мира. А свобода это все-таки, как мне кажется, это когда человек стремится к иному. Понимаете? Когда он видит горизонт, а еще лучше, когда ему нужно посмотреть, а что за горизонтом. Вот здесь мы поставим многоточие. К сожалению, к моему большому действительно сожалению, время нашего эфира подходит к концу и подходит к концу такой небольшой цикл наших встреч по понедельникам. но мне кажется, мы дали самое главное, мы какой-то солью приправили, вот, как в Евангелии сказано, вы соль. Соль это и то, что консервирует, и то, что придает вкус. Вот мне кажется, мы приправили солью размышления о человеке, размышления о Евангелии, размышления о отношениях человека и Бога, вот с точки зрения права, мне кажется, получился удивительный разговор, он был очень глубокий и содержательный, из-за него я вас сердечно благодарю, Юрий Евеневич. Спасибо вам за приглашение. Дорогие друзья, с вами мы прощаемся, ну и вот, коль уж у нас возникла такая тема в конце про свободу, я бы вам напомнил слова Священного Писания «Возьмите истину, и истина освободит вас». Храни Господь в следующий понедельник, увидимся. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok